Субтитры делал DimaTorzok Один сидит в компьютер и играет бесконечно, другой курить, пить начинает, не может без этого потом. И где эта свобода? Просто одну зависимость заменяет другой. И вот эти всякие попытки, что там круче, кто чего там круче выпьет, что чего круче выкурит, но это же смешно. Это чем сильнее у тебя не свобода, тем ты круче. Ну вот такой есть тезис, вот сейчас, ну почему вот если все курят, почему вот я не курю? Ну во-первых, есть много всяких ужасных вещей, которых люди делают, но не все. Ну я честно скажу, тут может быть какой-то элемент снобизма, что вообще уровень культуры вообще в мире, ну он невысокий. Мало людей играет на музыкальных инструментах, курящих, пьющих гораздо больше. Читающих умные книги, их тоже очень мало. Поэтому ты на кого хочешь равняться? Хочешь равняться как все? Ну как все это в среднем, если посчитать, да они пьют, курят, у них предожирение или ожирение. Поэтому ты сам для себя выбираешь, в какой слой ты попадаешь, ты сам себя ставишь. Да, я вот такой вот. Как все, ну значит будешь как все. Один из многих. Ну куришь и куришь, ну да, и курят, и пьют, и матом ругаются, дерутся, даже это тоже такой образ жизни, кто кому-то морду дал, кто круче. Это странно. Да, потом вырастешь, ну может кого-нибудь там застрелить, два, как круто, я никого не боюсь, даже готов в тюрьме сидеть. Ну это твой выбор. Но только ты понимаешь, что ты становишься более и более зависимым. Ты теряешь свою свободу. И как все, ну это да, это серость, это серая масса. Но это переживание, да, будешь таким вот, ну как все. А ты этого хотел, ты за этим родился. И вот многие вещи, многие вещи, они как происходят? Ну вот ты что-то делаешь и делаешь. Ну вот опять для меня, ну собственный последний пример. Ну вот я что-то начинаю ходить, я ощущаю, что мне что-то, ой там нагнуться, ботинки завязать, как-то уже надо подумать. Да, старость не радость. Думаю, как странно, ощущаю, тело тяжелое. Вот я хожу, хожу, мучаюсь, мучаю, потом говорю, что-то мне это странно. Я всю жизнь занимавшийся, там, волейбол, баскетбол, бегал, прыгал, а теперь мне тяжело тело носить. Ну я просто встаю. Нет, конечно, там элемент традиционно мужского, он выглядит так, что ты идешь сначала в магазин, покупаешь себе одежду красивую, чтобы удобную. И потом каждое утро я просто начал тупо бегать вообще. Главное, я это делаю с удовольствием. Я для себя решил, что мне это странно быть в таком вот неподвижном. Мне это не нравится. То есть я мысленно для себя решил и начал это делать. Так что вот если бросить там пить, курить, то надо понять, я этого не хочу. Я не считаю, что это важно. Да, случайно я в это вляпался, я ощущаю свою зависимость, но мне надо на это наплевать. И многие, да сейчас я очень много, подростки очень сильные. Среди вас, вот по сторонам, посмотри, кто-то то бросил. Ну, вегдарианцев, говорю, много, но это вообще усилие некоторые бросить есть мясо. Там есть внутренний, я пережил, я решил. Ну и как это традиционно, сказал, сделал. И тогда ты пацан, да? Тогда ты есть на свете, ты сам собой управляешь. Но вначале просто для себя надо решить, я этого не хочу. Ну это все просто, ты бросаешь, ну просто бросил и все. Поскольку это, ну это странный вообще процесс, процесс, вот я его описывал, когда, вот там что происходит? Это вот листья горят, от них идет дым. Он там распространяется. И вот твои легкие альвеолы, вот здесь легкие, они наполняются дымом горячим, воздухом, да? Там всякие вот эти штуки, ну дым, он и есть дым, он любой дым, как дым. И что происходит? Организм, яд поступил, организм там, он бьет тревогу, там начинают выделяться антитела, чтобы преодолеть вот эти все токсины, которые попали туда с дымом. Начинаются антитела, там лифатические узлы, они выпускают эти антитела, они везде появляются. И вот кашель курильщиков от чего? Что вот когда вдыхаешь дым, дым туда попадает, на слизистых. И организм переживает это, что атака есть, и начинается сопротивление с помощью антител. И они выделяют, выделяют, выделяют бесконечные, бесконечные, бесконечные эти антитела, которые в слизи находятся потом. Вот эта слизь выделяется, чтобы спасти организм от того, что на них нападает. И в результате что происходит? А человек курит и курит, курит и курит, слизь выделяется, 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 выделяется. И мы потом имеем кашель курильщика, который не курит, у него слизью переполнены все вот эти его воздуховоды, и он все время кашляет, кашляет. Потом что делает? Ты вдыхаешь, и вот это попадает в легких, внутри там альвеолки такие махонькие-махонькие, воздух, и он сквозь пленочку, этот яд, яд попадает внутрь. Он попадает внутрь и пошел в кровь. Пошел в кровь, и из-за того, что это в крови есть, в крови это попадает и в мозг. Вот все, что ты вкурил, оно прошло туда, попало в кровь и попало в мозг, и там начинает действовать. И организм пытается с этим бороться. Он пытается с этим бороться, и что происходит? Всегда есть некий стресс, он борется с тем, что поступает яд. Он борется, 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 а это каждый день продолжается, продолжается, и организм начинает слабеть. И потом, когда другая какая-то инфекция попадает внутрь, инфекция попадает внутрь, а антител так мало, потому что организм устал их вырабатывать, У него не хватает на это сил Это называется потеря иммунитета И тогда чуть чего болезнь, чуть чего болезнь, чуть чего болезнь Потому что у организма уже нет сил Но пока вы молодые и сил организм еще не истратил То здоровья хватает, конечно, чтобы не заболеть от каждой бацилки, которая прилетит Инфекции, вируса какого-то Но что другое происходит? Я вот прям вот, пацаны стоят, если там 13-14 лет, их по лицам видно, кто курит И по женщинам тоже Знаете, такие лица становятся серые Серый налет так на лице появляется Такой вот налет курильщика Почему? Силы, которые дают румянец, это вот жизнеобразующие силы Формообразующие силы И у курильщиков, у них цвет кожи меняется И кожа перестает быть эластичной Начал курить, придется потом кремом мазать, чтобы эта физиономия А, ну вообще крем, ну это вообще Девичьи-то, хочешь красиво выглядеть, начинаешь кремом мазать Но от того, что курит, здесь сил становится меньше Они уходят на то, чтобы бороться с ядом, который поступает вместе с табачным дымом И потом начинается, иммунитет падает потихонечку Но это вы сейчас, пока молодые, это незаметно Пока это у вас только на цвете лица сказывается Если здоровья полно Ну некоторые сейчас болеют чаще, чем я А потом с возрастом это накапливается Силы ушли туда, иммунитет снизился И потом в 40 лет это довольно такие, ну довольно уставшие люди И потом вот этот цвет лица, который приводит к тому, что кожа перестает быть эластичной Это как бы сила туда втянулась И на поверхность уже не хватает Уже этого румянца нет И надо уже там краситься, подмазываться, чтобы хоть как-то выглядеть Но вот это курение, она такая маска курильщика есть Маска курильщицы Вот это по девушкам заметно Вот по улицам прямо идет такой серый налет Значит ощущение такая посмертная маска на лицо Вот вроде все хорошо, красиво, но видно, что человек курит Такая вот здесь вот уже какой-то такой вот элемент смерти присутствует Еще что там с курением, ну надо твердо знать Что когда ты подкуриваешь, вот почему Там человек разволновался, надо поддержать Подкурил, подкурил там некоторые вещества Они немножко так дают стимулировать там напряжение Ага, надо дописать статью, надо выпить кофе Вот надо, что от кофе до сигарет там уже недалеко надо сказать Что кофе, что сигарет, они довольно близко И тот наркотик, и другой наркотик Они по-разному ядовиты, но и то, и другое тонизируют И кофе проще, чем табак Но это до определенного возраста Потом оно тоже начинает действовать, что врачи его запрещают сердечникам Что происходит? Ты курнул, ты дописал свою статью И там элемент вот этого вздрагивания, стресса И человек, который курит, у него сердечко чуть-чуть быстрее бьется, чем надо И когда ты покурил, оно раз, постоянно куришь Оно всегда немножко, сердце находится в состоянии стресса Стресс, стресс, учащенное сердцебиение Это когда тебе надо спасаться, бежать куда-то, опасность И получается, организм всегда живет в состоянии стресса Что происходит с людьми, с которыми все время стресс Они в конце концов тоже болеть начинают И когда реальный стресс, а там запаса-то нету в сердце Запаса нет Поэтому помимо того, что ты теряешь свободу Ты еще вообще здоровье свое только тотально губишь Только медленный, но наверняка Это, во-первых, все, что там заполнено слизью Ты можешь представлять человека, вот там курильщик Что у него здесь все слизью заполнено Причем таким толстым слоем И с каждым годом он все будет больше, 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 больше Пока не дойдет до постоянного кашля курильщик, так называемого Что это дым, который проникает в свой слегкий И попадает в кровь, и там у тебя плавает Эти бедные антитела, которые с этим борются И они устают И это иммунная система, как садится И потом для тебя все становится, любая болезнь становится проблемой Это учащенное сердцебиение, которое не позволяет тебе успокоиться Ты вроде куришь Хочешь успокоиться, но на самом деле просто ты увеличиваешь сердцебиение Там больше крови организм получает И это постоянная жизнь в стрессе И это такая постоянная дорога, собственно говоря Ну такое ускорение в сторону сердечно-сосудистых заболеваний Самая популярная причина смерти у мужчин, надо сказать Ну вот после этого даже не знаю, ну что Что могут дать такого сигареты, чего нельзя получить другим путем Да ничего Если уж хочешь бросить курить, и тебе прям ну никак Ну да ну перейди на кофе Вот когда курил, теперь пей кофе А потом кофе можно убавить, сделать там ну его пожиже Или там убрать молоко, убрать сахар, оставить Ну выпил тут слегка чашечку кофе Ну и достаточно, как переходный период Потом можно и от кофе тоже отказаться Ну кофе все равно это не так ужасно, как сигареты Хотя у него тоже шлейф хороший Для сердца он похож на сигареты, конечно Поэтому когда я вижу, что там огромное количество людей кофе пьют без конца Ну это не есть гуд А надо прочитать вообще у Ганемана, человека, который придумал гомеопатию Выработал, отработал многие вещества У него есть статья, что такое кофе Там страницы две, прочитайте Может быть те, кто не курит, но пьет кофе Ну может тоже немножко убавите себе дозу Хотя бы только в сложных случаях Вообще очень много вещей, которые вызывают зависимость Они понимаете, они когда-то может быть Ну кофе очень хорош, но периодически, как лекарство Надо поддержать себя в какой-то Так же как еда, вот жиреют все от сладкого Сахар очень нужно, когда устал, в походе Какая-то экстремальная ситуация Шоколад это во Но шоколад не может быть едой Мы плавно уже от сигарет переходим в другие области зависимости Их правда зависимости, к сожалению, становится все больше и больше И причем там и физиологические зависимости, и душевные зависимости организуются Ну это, конечно, такая печальная история Потому что люди хотят что-то продать И они, собственно говоря, продают там Они продают зависимость Мы платим деньги и покупаем себе зависимость А так этого не хочется Это не свобода Но вопрос, да, когда мы курим, кому мы помогаем И, собственно говоря, вот, ну что мы тут суетимся? Что мы тут суетимся? И какое мне лично до этого дело, что кто-то курит, курит? Ну, кури, кури, быстрее Так, как бы это не выразиться Мягко говоря, ну, быстрее умрешь, ну и что? Нет, я тут при чем? Но дело в том, что касается Эта же статистика простая Что в семье, в которой кто-то курит из родителей Он не курит при ребенке Он просто дышит Дышит в квартире Вот он покурил где-то, и он дышит Статистика показывает, что ребенок болеет чаще в этой семье В которой есть хоть кто-то курящий Понятно, что постараются при детях не курить Но вот сам выдыхает, ты же вот все в себе носишь И этот запах, который по сути мерзкий Ну вот мне это тяжело, конечно, не курящему жить Потому что даже по улице идешь, кто-то стоит, курит Это воняет Это такой довольно, вот этот куренный табак Он же отвратительно пахнет Свежий, да, очень вкусненький, приятный запах Если бы только нюхали его, а не курили Было бы, наверное, хорошо Ну так просто, не в ноздрю засовывать Чтобы там через слизистые сигареты попало опять куда надо Куда не надо Просто понюхнуть, ну, приятный запах Поэтому вот это переживание, что окружающие люди имеют то же самое Но для меня еще больно видеть это юношеские, девичьи, красивые лица Которые в серой маске смерти после курения И кругом вот это переживание Люди вот это суетятся, они бегают все время, покурить им надо Из процесса выпадают Ну и сейчас на многих там работах, там за границей Там ценится, если человек не курит, у него какие-то бонусы Очевидно, что он больше работает, он меньше болеет И таких людей поддерживает Но у нас пока еще до этого не дошло, а надо бы Свободен тот, у кого нет зависимости Вот человек, который умеет управлять своими эмоциями Человек, который своим мышлением управляет Который может вот решить и сделать Вот это свободный человек Поэтому надо иметь в виду, что в мире вообще никогда Природа не терпит пустоты Но и социальная природа тоже не терпит пустоты Что если ты сам никуда не движешься Не умеешь поставить задачу и к ней двигаться к какой-нибудь цели То тогда тебя будут двигать другие И поэтому если мы, взрослые, видим несвободу, когда подростки начинают вот эту всякую дрянь пробовать То тогда, извини, какая у тебя свобода? Тогда не твоя свобода Поэтому там надо лучше выбирать Лучше пусть будет несвобода у тебя от меня Чем несвобода у тебя от наркотиков, сигарет и прочего Это странного образа жизни Любая зависимость, это же несвобода Двигаться надо по направлению к свободе Если мы смотрим на это, мы смотрим на это только с точки зрения, это слабость Это слабость Вот ты слабый человек, тебе нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо Вот это, вот это и вот это И понятно, можно сказать, что многие артисты используют всякие такие вещества Художники, для того, чтобы пережить другое сознание Но извините, единица переживает это другое сознание А сотни просто от этого умирают И это путь такой, тупиковый путь Наркотики появились когда-то давным-давно Для того, чтобы люди в школах, которые работали над изменением сознания На продвижении человечества вперед Они могли пережить это другое состояние Но там, когда человек это использовал, вокруг него были другие люди Его учителя, которые помогали ему не сбиться с этого пути И люди, которые там пробовали эти вещества Это были специально одобранные, специально тренированные люди Поэтому для них не страшно было попробовать и пора это забыть Вот мы специально на эту тему приглашали психолога Психолога Анатона Кузьминых, который работает в центре реабилитации И он говорит, да, конечно, я не могу сказать, что любой человек, который попробовал наркотик Он на него подсядет сразу и его жизнь будет печальна И он привел такой образ замечательный Вот, говорит, есть там футбольное поле На нем мины лежат И вот мы пойдем, 10 человек 8 пройдут, а двое взорвутся Но, говорит, никто не скажет, кто из этих 10 взорвется И вот я, говорит, как специалист, я вот глядя на вас, я не могу сказать, кто из вас взорвется А кто, может, попробует и никогда больше второй раз и не захочет Поэтому вот эти вещи надо знать Там покурил нормально ему стало, здесь покурил нормально Но это не факт, что ты покуришь и после этого ты не сможешь это бросить Поэтому проще не начинать Не выходи на это минное поле Может, ты окажешься этим, вот этим, одним из этих двух Которые взорвутся, тебе это надо И вот современное сознание, оно уже не нуждается в том Чтобы использовать какие-то вещества для того, чтобы перейти на другой уровень мировосприятия То есть вот то, чем мы занимаемся, как антропософы, медитация, концентрация Можно через это перейти к другому уровню сознания И занимаясь искусствами, медитируя, можно получать такое количество впечатлений, что не будет необходимости, чтобы использовать какие-то химические вещества для этого И это путь будущего Человек, который в этом упражняется, у него много есть возможностей пережить что-то другое Да, это более долгий путь, это в искусстве более долгий путь Но это здоровый путь, ты там ничего не теряешь, а только приобретаешь Но еще надо сказать, собственно говоря, вот я прожил свою жизнь И мне как-то, ну, видимо, я в прошлой жизни с этим разобрался Мне никогда не хотелось ни курить, ни пить алкоголь Да, мне, ну, в принципе, мне нравится вкус вина, мне нравится вкус пива Но то, что алкоголь, для меня это заметно У меня сразу мышление работает немножко хуже На следующий день, если я там стакан алкоголя выпью Я просто замечаю, как это начинает работать То есть это сказывается на подвижности мышления На способности творить И вот тем не менее, я никогда не ощущал, что я какой-то одинокий в компании Потому что это, ну, для того, чтобы быть интересным в компании Не обязательно пить, курить вместе со всеми Пить можно и сок Пить можно, есть много замечательных сейчас напитков Которые можно пить, и не обязательно алкоголь А чтобы быть интересным в компании, нужно, ну, иметь подвижное мышление Если ты умеешь петь, играть, ты много читал Тебе есть чем разговор поддержать То нет необходимости Нет необходимости вот в этих веществах Еще здесь вот требует Требуется, если мы хотим праздник интересный Или какую-то встречу провести с друзьями К ней надо готовиться Тогда она будет интересная Но опять, это подготовка Ко многим праздникам я переживал это в институте В институте я там во всем поучаствовал Я в КВН команде был, там и спорт Ну, руководил на факультете нашим спортом Всем играл в волейбол, баскетбол, легкая атлетика Даже в команде по научному коммунизму Поучаствовал в соревнованиях между факультетами И вот там принцип какой? Что подготовка к какому-то мероприятию бывает иногда интереснее, чем само мероприятие Поэтому вот как-то понять Что если хочешь, чтобы что-то интересное было Надо приготовиться и самому сделать это интересное Вот это вещь, которую надо бы, конечно, пережить Особенно вот в вальдорфской школе, когда много искусств Но там периодически вот этой воли не хватает Использовать, что ты умеешь в повседневной жизни Но вот эти козыри, которые у нас есть Вы умеете рисовать, вы умеете играть на флейте Умеете играть на музыкальных инструментах Теперь надо научиться это использовать в повседневной жизни Как сделать, чтобы день рождения был интересный? Мы просто сочиняем, да Можно и нарисовать, можно и написать У нас поэтика есть в старших классах Стихи пишет Поэтому вот как надо дать возможность ее проявить И начинается это на классных праздниках Которые там сначала учтя организуют Потом наиболее активные дети Ведь до чего доходишь? Что подростки могут все Вот мой класс был в 10-й А у нас мальчик один учился А в 10-й пошел в музыкальную школу В музыкальное училище учиться Чтобы потом в консерваторию поступать И он так он собрал вообще 9-й, 10-й класс мальчиков и девочек Они поставили самостоятельно Без участия взрослых Они поставили этот мюзикл Моя прекрасная леди И все пацаны, которые тоже склонны там И выпить покурить Они там приняли участие Настолько это было интересно для них И это была самоорганизация Я, конечно, всю жизнь буду вспоминать Потому что нас пригласили посмотреть Они сами сняли зал И вот там эти ребята поют Танцуют, играют И все сделали сами То есть это возможно Это каждый из вас может попытаться сделать И тогда вы будете полноценными людьми Мы же все время говорим Я хочу быть свободен Это значит, я могу обходиться без всех Я могу быть самим собой И когда я умею управлять самим собой То из этого вытекает способность Управлять вообще другими людьми Это идеальный такой вариант И к этому нужно стремиться Что ты умеешь себя сдерживать Что там, ну сейчас много вегетарианцев есть Ну здорово Потому что мясо, оно такое, ну такая сильная Ну такие эмоции вызывает Там жареное мясо, так вкусно Человек умеет себя сдерживать Он вегетарианец Это здорово Человек умеет как-то преодолеть свои эмоции Для подростков это очень трудно Но в этом нужно упражняться Когда мы друг другу помогаем Я действую не из-за эмоций А потому что у меня есть такие убеждения Это выработка собственных убеждений Исследования им Но эти люди всегда Вот герои это те, кто умеет Какие-то высокие убеждения Они просто за деньги что-то делают Или по привычке Или без башни он там это делает Ему не обращает ни на что внимания Такие правда долго не живут Вот герой, у которого есть идея Он ради этой идеи готов что-то сделать Ну это вот И среди подростков есть такие люди У которых уже есть какие-то собственные убеждения И они обычно вызывают уважение Причем у всех У сверстников, у взрослых У человека есть такой бэкграунд У него есть культурный слой Из которого он набрался Он знает, что он любит Он знает, что он в людях ценит Он много читал и может описать свои эмоции Если он хочет выразить свои чувства Он может написать там стихотворение Или просто написать красивое письмо Которое будет приятно прочитать Поэтому любая попытка себя поддержать С помощью еды С помощью сигарет С помощью каких-то там этих веществ химических Это слабость Это слабость И про это нужно знать В этом нет ничего крутого Это потеря свободы А по сути говоря Вот смысл жизни Это стать свободным человеком Ни от кого независимым И все вы про это подростки думаете Но в то же время Параллельно Обкладывая тебя Себя таким количеством Дополнительных несвобод Что только удивляешься Поэтому на пути к свободе На пути к свободе Нужно тренироваться Быть свободным И не обвешивать себя Всяческими зависимостями Дополнительных несвобод